мы всегда старались и в этом может быть и было наши силы и преимущества значит все должно быть обосновано должно быть на кончике пера как говорится рассчитано подсчитано и так далее к счастью у нас в республике всегда был достаточно сильный такой интеллектуальный потенциал но традиционно считается что у нас очень сильно та часть такого потенциала который касается культуры искусства но это правда литературы значит но с другой стороны ведь у нас огромное количество институтов было еще в советское время значит у нас в общем то неплохие традиции в университете и очень сильные школы геологов горняков значит инженеров и конечно был достаточно кадровый потенциал для того чтобы делать действительно серьезные обоснования которые не уступали технико-экономическим обоснованиям значит которые делались предположим не тем самым газпром там или транснефтью значит и не уступали и больше этого мы конечно старались привлечь еще и другие институты московский там и все остальные значит для во первых для того чтобы найти село где можно проверить свои что ли выкладки с другой стороны их привлечь в качестве такой помощи в расчетах и так далее поэтому все наши позиции они не 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 были с бухты-барахта вот хотим думаем значит мечтаем это чисто инженерные такие расчеты вопросы и они конечно очень многих убеждали особенно скажем михаил эфимов фрадков был представитель правительства он такой достаточно очень глубокий человек который ко всем относился значит вопросам очень скрупулезно и так далее это одна сторона сильная сторона ему что можно противопоставить тому что там значит рассчитано подсчитан доказано на что именно так надо делать по-другому значит это первое второе но мы всегда стремились чтобы я действительно отличал отвечала государственным интересам государственным значит и в тех случаях когда мы видели что может быть это нам надо как бы но в принципе существуют и иные государственные решения более эффективные то конечно мы мы чуть ну соглашались с этим иногда вот меня упрекали часто и мне об этом и фрадков говорил и говорил значит полпред наш комиссии миш вот потом и шаев вот вы там все на себя тянете все себе себе все почему-то идет в якутию значит вот скажут почему труба там пошла не в иркутске там еще где-то но мы говорим у нас нет такой цели вот все себе там и так далее просто начать это отвечает интересам государства отвечает интересам республики российской федерации целом и всего дальнего востока ведь вы сейчас будем говорить наслушавшись этих жалоб меня критикуете но вы сами же меня и поддерживать всегда во всех начинаниях поэтому значит и и это очень важный аргумент на самом деле вот выступая на комиссии потопа на риск комплексов в отношении нефтяной трубы нефтяной не газовой восточной сибири тихокеан тогдашний руководитель транснефти семей военшток семей михалыч он как бы ничто и сумняши говорит понимаете михалыча фрадкова представитель правительства вот если я был представителем госплана я рассуждал бы так как штраф как бы я же руководитель транснефти у меня другие критерии эффективности вот тут и фрадкова говорит ну послушайте это вы транснефти может так раз а вы же на стане правительственной комиссии значит выходит на якутия права значит так раз они рассуждают так как рассуждал бы госплан значит тут семей михалыч понял что он это лишнее что-то сказал и сам себя выдал это пример того что государственный интерес он должен превалировать над отраслевым и так далее но тот же самый газпром почему они трубу начали прокладывать из иркутска на сахалин вдоль трассы бама значит и потому что для них это вроде как эффективнее быстрее а то что при этом отрезается огромное количество месторождений потому что от этих месторожений трубу то еще до магистрали надо довести они становятся рентабельными а то что там в трассе по трассе невозможно разместить газопереработку газохимию из-за сейсмики но это вроде как не их вопрос это вопрос там других не к тех кто осваивает газы месторождение или будет у кого лицензия там есть или кто будет заниматься газохимией так далее вот ведомственный подход он такой значит он часто превалирует но я вот сейчас говорил о газпроме но они нашли в себе силы все таки вот такое под руководством миллера этот подход общегосударственного действительно у них тоже несмотря на то что нет специалистам поталкулись к другому он тоже превалирует вот как бы вторая причина что ли почему может быть удавалось потому что мы всегда рассматривали все вопросы точки зрения общегосударственного интереса интереса дальнего востока конечно интересам республики но не акцентировано то что вот это нам надо якутии все вы как хотите так и поживите значит это второе ну и третье знаете это может быть другой что ли у отрасли области относится но у нас вот иногда бывает так еще отношения что ли такое если хотите экономика политика это же во многом еще психология значит так и часто бывает так что вот эти великие боссы современности но не как бы подавляю всех остальных вот транснефть вот газпром наш национальное достояние вот там и так далее вот они скажут они знают они насчет самые умные и так далее значит надо не бояться это доказывать свое значит ну как говорят никогда не называться и все будет нормально